здравствуйте друзья у нас письмо которое вам зачитываю сейчас попробую свет зажечь может лучше будет нет может и лучше итак добрый день михаил подскажите как быть я пришел к тому что стою на перекрестке двух дорог одна ведет меня к организации собственного дела а другая дорога ведет к учебе на тестер но денег и сил хватит только на одно дело ну хорошо я понимаю что сейчас моего решения зависит практически вся моя жизнь поскольку если я уйду в предпринимателе я уволюсь с хорошо оплачиваемой работы по украинским меркам если что-то пойдет не так то мне придется начинать все заново собирать деньги и прочее а возраст уже не маленький 26 лет но я вот эту школу начинал мне было 40 там но неважно и имею еще грудного ребеночка это хорошо это делает вас ответственным человеком а если я пойду учиться то смогу найти работу получше и приобрету хорошую профессию смогу обеспечивать семью а я понял что же это хорошая работа что же ну ладно посоветуйте пожалуйста как поступить или как разобраться в себе я уже неоднократно начинал свое дело что-то получалось а что ты не самым хорошим делом какое у меня было это был сервисный центр по ремонту персональных компьютеров и мобильным устройством что я и хочу воскресить меня очень увлекает все что связано с компьютерами не пайка материнских плат и прочее а именно работа с системой программами это поприличнее да сам по образованию я связист род фронт получил бакалавра в киевском бакалавра в киевском колледже связи это видимо то что было когда-то раньше политехникумом связи да я вот был два раза два года назад в киеве там он так мы мимо проходили написано колледж связку светин папа там преподавал много-много лет он написал пару книжек я даже в одной там ему помогал я соавторы там несколько главок ему помогал написать и магистра в одесской академии связи то есть бакалавр от после техникума что ли ну ладно в одесской академии связи возвращаясь светиному папе он закончил институт связи в одессе то есть вы с ним просто вот там по одной улице ходить в некоторой степени мы с вами коллеги ну а чё же в некоторые так и есть коллеги я ко всему подхожу взвешено они с бухты барахты очень интересно услышать от вас совет заранее спасибо извините если это все звучит наивно нет это это не звучит наивно где что-то наивно давайте мы посмотрим что у нас получается что за расклад я в общем-то понимаю критичность ситуации да то есть я понимаю что надо принять решение что нужно либо одно либо другое там и его в общем это все понятно ведь этот поправлю камеру слегка вот но все-таки если мы говорим о всей жизни хотя я я с улыбкой только могу к этому относиться вы еще в течение всей жизни можете пять раз начинать бизнес и потом уходить на нормальную работу потом еще чего-то я в ссср начинал бизнес потом приехал в америку и мечтал только о нормальной работе нужно как-то было жить потом вдруг меня вынесло снова в бизнес хотя дико не хотел и как бы я я даже думать не думал у меня туда вынесла я видел людей которые мечтали о бизнесе потом побыли в бизнесе потом не стали мечтать о том чтобы работать от там девяти до шести этого не там с 8 до 5 и так далее это все дайте это меняется это с обстоятельствами жизненными это все может измениться еще неоднократно поэтому вряд ли вы уж так на всю жизнь принимаете решение но меня в этом плане немножко все-таки смущает вот этот выбор между бизнесом и работой у вас есть хорошая работа я так понимаю что она доходная да может она вам не очень нравится он дает какие-то деньги это хорошо человек с нормальной работы уходит в бизнес они на другую еще более нормальную работу допустим в данном случае тестером мы говорим да тестировщик когда у него драйв такой предпринимательский и он у вас явно присутствует поскольку вы уже какие-то бизнес организовали так то есть у вас это дело сидит жилка есть поэтому вам на самом деле надо совместить в себе две вещи то что вы интересуетесь как бы технической стороной выгодите компьютеры системы выше связист вы должны не только как бы системным софт варом там как-то и тогда вы вы можете по железу неплохо не на уровне вот даже собрать там разобрать наладить но гораздо глубже можете я бы сказал что вообще в сегодняшнем мире услуги связи это я даже не знаю что там рядом можно поставить вообще по перспективности по доходности когда я учился быть эти связи это была зачуханная область который не представлял никакой ценности в советском государстве туда даже вот свободно брали евреи понимаете вот никуда не брали а туда пожалуйста так на обочине было вот но естественно ведь как евреи опять всех перехитрили и связь теперь значит там на высоте то есть я я честно говоря двигался бы в связи если вот мне сказали вот на выбор раз два три 4 5 я считаю что связь прекрасную область но если нет желания как бы сказать не заводит ну значит надо что-то другое теперь что касается вашего бизнеса по компьютерным системам это неплохо то есть это квалифицированный бизнес то есть не пайка тогда как вы говорите а система наладка там какая-то может быть конфигурация чего-то заковыристого и так далее это достаточно профессиональная область это востребовано в том смысле в каком сколько есть бизнеса особенно приличного значит столько есть денег на то чтобы это все поддерживать сегодня бизнес не может без этого то есть я я не вижу в этом такого ничего как сказать прокольного в перспективе прокольное может быть только исполнение да то есть может быть как бы не удалось продать или там обзавестись клиентами не удалось может быть квалификации там не было такое или там не нашли специалиста который мог бы вот такого плана но если вы уже делали бизнес и вы уже какой-то жизненный опыт явно приобрели в этом деле то я думаю что вы должны нормально это делать и у вас тогда получается такой бизнес ту бизнес да то есть вы сервис делаете не гражданам а сервис вы делаете бизнесом что тут сказать мое видение бизнеса если мы так обо мне уже говорим чтобы в бизнесе был драйв мать и для меня нужно чтобы я видел что я сейчас что-то кардинально такое забабаху не денег заработаю это само собой но что такое сделаю вот никто такого не может или не додумался еще и вот это это меня бы забило я бы сказал бросаю там хорош хорошо оплачиваемую работу что я вот сделал там какое-то время назад и понеслось с этим бизнесом но я начал этим бизнесом заниматься параллельно с и хорошо оплачиваемой работы я не знал еще где это вынырнет как это получится и так далее если бы вам удалось совместить одно с другим вот это было бы конечно очень здорово то есть вы работаете себе на своей работе основной а в свободное от работы время занимаетесь еще чем-то вот тем же бизнесом там и так далее потихоньку вот если если бы так раскрутить это было бы идеально то есть вы бы не уходили в никуда а вы бы уходили во что-то более-менее понятно хотя бы у вас на первое время уже был бы какой-то доход вы бы не оголили там свои ресурсы и вы бы не шли в неизвестность с точки зрения переучивания на тестера понимаете история я бы сейчас смотрю ребята жалуются некоторые не то чтобы посту все подряд жалуются но вот некоторые жалуются что вот перепроизводство тестеров я вот как раз вчера помог позавчера на этот счет видео делал в понедельник до вчера и вот как мол прорваться там если ты новичок у вас не будет этой проблемы вы вы связист вы электронщик вы там работаете с разными вещами вам можно написать совершенно убойное резюме вы можете учиться учиться на тестеры без того чтобы оставить оставлять работу абсолютно никакого риска у вас тут нет вы пошли поучились вы не уходите с этой работы пока не найдете другую в абсолютно абсолютно в порядке то есть это как бы достаточно такой безопасный путь у нас не было разговора вот в этом вопросе не было разговора о каких-то иммиграционных намерениях но если вы норовите выдавить консиденных штатах то гораздо правильнее было бы работать но либо связистом я не знаю там не сказано кем человек работает либо по связи но если по связи тогда уже надо работать в дизайне в разработке нужно делать какой-то logic дизайн там или за там с верилогом там вещь дело ну что-то вот такое что вот такого но не обязательно вот такую логику сякую логику там есть разные вещи сетевой сетевой оборуду только не эксплуатацию а именно вот разработку значит с точки зрения будущей миграции это очень здорово но и и тестер если вы работаете по тестированию причем вы то можете тестировать сложные именно системы вы можете тестировать там где и софтвер и хардвер вместе вы можете тестировать какой-то бэкэнд вы можете делать white box тестинг вы легко подхватить его вы можете воспарить в тестировании к вообще к небесам за буквально пару лет может можете в космос улететь вот но вопрос при этом как быть с бизнес жилкой то есть безусловно работа тестером или связистом в дизайне вам позволит в перспективе легко доста относительно легко перебраться в соединенные штаты или по рабочей визе или допустим там как-то еще но всем чтобы потом работу нормально найти уже легализовавшись работа в бизнесе вам вряд ли что-то в этом смысле даст кроме того что просто потеряете квалификацию хотя опять если это бизнес по наладке там сетей конфигурации но вряд ли вы будете сами это делать там люди появятся вы уже отойдете от этой части от технической в общем что тут сказать вы должны определиться с тем какой у вас драйв и что вас вот заводит что что из этого всего вы готовы были бы делать сутками не считая времени не глядя на часы о чем бы вы думали постоянно без того чтобы сказали себе я должен об этом думать чтобы она сама об этом думал вот как у разных людей это разные вещи я например никогда в жизни не интересовался тем чтобы какому-то учреждению услужить мне я всегда увиливал от этого отлынивал можно так сказать мне не хотелось учреждению служить вот так как чатский говорил горе от ума служить брат прислуживаться точно и вот я все время от отлынивал а мне нравилось иметь дело с людьми которые являются потребителями то есть я всегда что-то делал для живых людей я я я видел людей которые воспользовались там я когда-то делал методику быстрого обучения тайпингу машинописи вот у нас на канале есть плейлист я как бы изложил там несколько нескольких видео там лабораторку сделал со студентами можно посмотреть значит я это делал для людей живых а с учреждениями когда я начал внедрять были проблемы потому что они говорят а зачем нам их учить быстро вот у нас есть учебный год мы их берем в птв на год пойти вот начинают вот эти проблемы а когда человеку нужно вот он учится так когда есть время пойти то есть вот востребованность востребованность мне мне нравилось быть постребованным у граждан то что я сейчас делаю востребованы должно быть как бы с двух сторон да то есть компании должны все-таки взять наш продукт и желательно чтобы они сами к нам пришли его подгребли и но мы растем все время мы все время как только у нас достаточно компаний которые могли бы подгрести у нас к этому моменту студентов еще больше в себе добавляем и добавляем и добавляем то есть да ну ладно так что я хочу сказать что мне надо компаниям их отдать но в то же время у меня я же деньги доберусь людей давайте они приходят они приносят эти деньги они приходят по рефералам они не с ней не читают там на интернете ну то есть даже если читают им это неважно они приходят потому что они знают знают потому что они видят людей вокруг себя которые там прорвали поэтому но опять это не обязательно есть есть люди которые совершенно другое занимают давайте если бы я был увлечен исключительно технической стороной этого дела я бы не мог школы и заниматься потому что в школе мы учим самым простым вещам и я когда я когда стал ну full time этим заниматься я ушел с производства я делал работу которая там была в техническом смысле техническом может быть было там 10 процентов того что я мог делать но ну что ну что же а потом появляются преподаватели потом у тебя растет команда через там пять лет у меня уже работала там не задуматься только в школе человек на 20 плюс там еще это консалтинг на нас был с h1b там гейн картами всеми делами когда уже техническим то заниматься поэтому как кого что заводит и вы почувствуете это я помню как-то пришел в магазин кристаллами торгуют на эти таким вот кварц розовый кварц там правда они их много и они красивые и у меня тяга к этому делу у меня большая коллекция на самом и в офисе и дома а первая нота я только начинал и значит я смотрю и вот глаз глаза у меня на все разбегаются я ему говорю продавцу я могу ли а какой вот какой как вот что ты меня посоветуешь взять он говорит а ты бери которые руках потянется вот чтобы взять вот этот твой ты только дай руке это сделать вот не сознанием а так вот рука сама пошла и взяла давайте вот в этот же самый случай у вас есть какой-то выбор но вы должны дать себе сделать свой выбор вы должны быть самим собой вы должны сделать что-то такое что есть вы не потому что это кто-то сказал не потому что это я не знаю надо так для кого-то для себя в первую очередь поэтому я вот так и из этих соображений но что я хочу сказать что какой бы выбор вы не приняли допустим вы решили быть в техническом таком русле двигаться вас вынесет где-то в бизнесе допустим вы поработаете пару лет тестером и начнете других учить может быть в онлайне свободное от работы время по этим от вас вынесет вы вы не 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 сможете это для себя держать понимаете так так мне кажется или вы организует какую-то группу будете там брать на себя правы проекты из-за границы и импортные будете так я не знаю чем больше ты добавляешь к своему спектру возможностей вот допустим сегодня вы связист я я не знаю точно но так я предполагаю что вы учились связисты его продолжать сегодня вы связи завтра вы станете там тестировать значит это не то что вы ушли от этого и пришли туда вы как бы получаете две вещи в руки бизнес третья вещь в руки и дальше чем больше вы всякого нахватываетесь тем более комплексные вещи вы можете делать ведь вы ничего при этом не теряете из прошлого но может быть вы не настолько тонко но но вы за счет интегрированного такого потом берете поэтому обязательно вы нырните где-то если есть предпринимательская жилка вы от себя уйти не сможете поэтому совершенно спокойно можете заниматься просто какой-то работы вот и знаете что вас все равно вынесет туда вот а если хотите как бы еще когда-то в сша оказаться тем более занимайтесь технической работой двигайтесь в сторону сша и здесь вас вынесет тоже сначала поработаете где-нибудь так по найму а потом вас вынесет куда-то в бизнес вот будете буквально как я тот же путь пройдете я был инженером потом у меня был какой-то бизнес там москве потом я приехал сюда стал тестировать из связистов стал стал тестером я правда там еще успел тоже отвлечься от связи в образовательные технологии методы быстрого обучения вот и стал инженером а потом меня все равно вынесло бизнес пойти я я чувствую что у нас как бы много общего я бы так сказал счастливо